Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. На мой взгляд, что-то здесь таковое, что рыбинок, на мой взгляд, повторюсь, столько, что рыбинок зеркалывает, то есть отражает вам. То, что происходит сейчас с вами. Что это значит? Что значит то, что происходит сейчас с вами? На мой взгляд, рыбинок наглядно демонстрирует, что вы к себе определенные вещи сейчас подавляете. То есть это вот как раз касается, вероятно, вашей личной жизни, может быть, это касается того, что, ну, фактически вы, как мне показалось, запрещаете себе, по сути, быть женщиной. Вот. То есть вы сказали о том, что ваши попытки прекратили, как вы говорите. Вот это, на мой взгляд, довольно печально и грустно. Событие. Ребенок. Ребенок отражает вам ваше внутреннее обслужение. Вот. То есть вы отражаете себя, как женщина. Вот. Как-то вот. И ребенок это чувствует бессознательно и отражает вам. Помимо, помимо этого, помимо этого, здесь есть еще элемент взросления вашего ребенка. Ну, то есть вот, так сказать, факторы взросления вашего ребенка. То есть эти факторы, они тоже должны учитываться в особенности личности ребенка, особенности развития ребенка. Вот. Все это должно учитываться в особенности вашего взаимодействия с ребенком. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы об этом практически ничего не говорите. Вот. А ситуация, ситуация, то в целом, это важно. То есть какие у вас отношения с ребенком? Очень важно понять. Ну вот. Так что, это моя версия происходящего. И соответственно, вам в никаком случае не нужно, как мне кажется, на себя забивать. Вот, вот, вот. Вот. Как мне кажется, нужно наоборот, 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 ну, предпринимать дальнейшие попытки, попытки для того, чтобы наладить свою личную жизнь. И, соответственно, для этого вам необходимо претепринять себя как женщину. А для этого вам нужна психотерапия. А сейчас это не происходит, то, что у вас не получилось выстроить отношения с мужчиной. Да? Ну, другие, новые. Об этом наглядно говорить. Вот. И психолог как раз-таки может вам в этом помочь, если вы позволите, конечно, это сделать ему. Вот. Вот. Но тут момент связан уже с тем, насколько вы расположены в психотерапии, насколько вы готовы меняться. Вот. То есть, ну, как бы, сейчас это так, что вот вы целиком и полностью обращает свое внимание на ребенка. Что-то сделать, ну, в какой-то степени проще всего, проще всего, проще всего обратить внимание на ребенка. Что-то, что вот, ну, что это ребенок, что-то вот с ним, с ним что-то. Вот. А это ему нужна, там, грубо говоря, помощь. Вот. Вот. Не со мной. А-а-а. Ребенок это отражение вас и его нежелание проектовано определенной вашей ситуации. Ну, в то же время, как мне кажется, есть и другие факторы. Вот. Например, есть факторы того, что девочка может просто взрослеть и может просто хотеть как-то от вас, может быть, отгородиться. А-а-а, естественным образом. Вот. Не понимаем, что вы что-то сделали не так, а просто потому, что, вероятно, пришло время. Все-таки и уже четыре с половиной года. Вот. И, как бы, хватит ей вообще-то уже спать с родителями. Вот. Вот. Как мне, как мне кажется, вполне, вполне пора уже спать отдельно. Вот. Если вы не согласны, то это, я бы сказал, повод для беспокойства и в какой-то степени это признак того, что вы не готовы свою дочь отпустить. То есть, ну, что вы к ней привязаны. Вот. А, это, это болезнь может сказаться на ребенке. Вот. Вот. Поэтому, хочется вас как-то от этого, от этого оградить. Вот. Хочется, чтобы вы не совершали такую ошибку. Вот. И, ну, ваша жизнь это ваша жизнь ребенку в принципе. От вас, конечно, все еще зависит. Это правда и отрицать это глупо, но активно вообще будет пробовать делать что-то самостоятельно. Активно будет пробовать самостоятельно жить, активно будет пробовать какие-то вещи реализовывать сама. И чем дальше, чем дальше она будет расти, тем дальше, чем больше, чем больше этого будет. Вот. И не на все вещи, на мой взгляд, нужно реагировать вот так, как вы реагируете. Вот. Далеко не на все вещи, далеко не, ну, далеко не все, что вы делаете, далеко не все, что происходит с ребенком, это вследствие вашей ошибки. Вот. Ваши опасения я понимаю, ваши чувства я понимаю, но вот то, что вы считаете, что совершили ошибку, не уверен. Косвенно может говорить о том, что вы в себе не уверены. Вот. И если это так, если вы в себе не уверены, вот, то сначала обратите внимание на этот аспект, на уверенность в себе. И уже потом обращать внимание на ребенка, на то, что вы можете дать ей или на то, как вы можете взаимодействовать с ней. Вот. Дочерь, дочерь, я имею ввиду. Вот. Вот это вот, в принципе, то, что я хотел, то, что я хотел вам сказать пока что. Так это вот с точки зрения психологии, так это с точки зрения психотерапии работает. Вот. Вполне возможно, что у ребенка осталось некоторые обиды на вас, хотя я в этом сомневаюсь, но... может быть, может быть, осталось что-то такое. И в этом случае, в случае вам вполне имело бы смысл почитать такую книгу Юли Боритовны Киппинг Рейтер, общаться с ребенком как. Очень хорошая книга, как раз налаживание отношений с детьми. Вот. Но только после того, как будут раскрыты проблемы, о которых мы говорили. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. В первую очередь над собой. Удачи. 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 Удачи.